Мы с вами уже не первый год, как говорится. Да? Да, мы песни, кстати, вместе хотели спеть какую-то. На вечеринке у лучших друзей. Секундочку, это песня уже древняя, конечно. Нет, другая, это старая, но тем не менее. Интересный такой у нас корреспондент. Всем ясен. Слава Валерикум, здравствуйте. Это я, Амар Айфутаев и мой блог Амар в Большом Городе. Я сегодня приписываю на самой лучшей, мощной вписовке этого города. Я бараны порежу, я бараны порежу. Мария, скажите, пожалуйста. А что вас вдохновляет на творчество? На что вы готовы пойти ради главной роли? У меня секс. Это самый лучший ответ. Я к этому отношусь немножко по-другому. На главную роль, допустим, чтобы вас взяли? На... На что? Ни на что. Мое от меня никуда не идет и ничем не придет. С представленными фильмами, которые на кинофестивале, что вы что-нибудь посмотрели? Да, Нурим, Белый год. Все-таки до нашего фестиваля добираются не лучшие фильмы, прямо скажем. Ну, ввиду того, что существует Канная, Венеция. Музыка Музыка И фильмом закрытия будет фильм про первого президента СССР Встреча с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Хотелось бы, конечно, посмотреть... Это документальный фильм? Да. Напомню. И он представлен как интервью непосредственно с ним. Михаил Сергеевич приезжал на премьеру этого фильма. Но, как я понимаю, он сейчас немножко болеет. Поэтому хотелось бы его сегодня увидеть, задать пару вопросов. Да? Ну, да. Спросить бы у него про сухой закон было бы. Хотелось бы очень сильно. Вот хотел бы он вернуться бы в то время, допустим, 85-й год, по 90-е, когда вот вы приняли сухой закон. И сделал бы он так же или нет. Было бы прикольно. Добавим. Три, короче, российские картины. Вот из них посмотрим, какая выиграет, короче. Ну, я думаю, наши достойны по-любому все. Хотя я ни одну не смотрел. Никутского. Никутского. Здравствуйте. Скажи пару слов, пожалуйста. А что вас вдохновляет на творчество? Меня вдохновляет, ну, как правило, конечно, работы моих коллег. Потому что, ну, все-таки кино уже все сделано до нас. И всегда вдохновиться прошлым поколением мастеров или своих, как это, современников, это, мне кажется, идеальный путь, чтобы вдохновиться самому. Поэтому другие работы. Вот фестиваль, в частности. Что вы думаете вот насчет этого кинофестиваля? Какой фильм возьмет главный приз, возможно, сегодня? Нет, вы знаете, я не настолько много посмотрел картин, чтобы... Не всю программу, да, знаете? Я конкурс обычно не смотрю. Я смотрю в основном фильмы, которые уже были либо на других фестивалях. Вот. Все-таки до нашего фестиваля добираются не лучшие фильмы, прямо скажем. Ну, ввиду того, что зачастую Канна, Венеция, Дерлин. Все стараются, прежде всего, отдать фильмы туда. Вот. Но я рад, что он у нас есть. Жалко, только что теперь не летом. По крайней мере, это очень большое, да, значение имеет. Но с погодой повезло, да. Отличная погода. Спасибо. Все, хороший вечер. Здравствуйте. 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 Кристина Асмус, это, по-моему, жена Гаррика Харламова. Дайте сфотографию. Простите, пожалуйста. Минуточку, парни. А скажите, пожалуйста, а какое российское кино вы посмотрели на этом кинофестивале? Я, к сожалению, никакое, потому что я снимался в это время в другом кино. А за кого будете болеть? Друзей. Понятно, отлично, спасибо. Вот Татьяна Антолкова идет. Здравствуйте, скажите, пожалуйста. Здравствуйте. А на что вы готовы пойти ради главной роли? Вы знаете, на очень серьезную подготовку многомесячную. Как можно больше вкладывая, наверное, души своего труда, на меня это вернует. Спасибо. Потрясающе выглядите, действительно. Спасибо. На это готовы пойти. Спасибо. Что вас вдохновляет на творчество? Меня вдохновляют, на самом деле, очень талантливые люди. Часто бывают дети вдохновляют на творчество. Потому что дети для меня самые открытые и честные существа, так можно сказать. Да. Дети, дети, честные дети. Согласен. А вы представленную картину не успели посмотреть, а? Или какие-то карты? Советовать зрителям нашу? Интересно, это македонское кино. Я думаю, это будет внимательно. Стоит посмотреть, получите удовольствие. Да. Сегодня вы посмотрите фильм «Встреча с Горбачевым», я так понимаю. Я без слова осталась. Поделитесь с вами впечатлениями. Потрясающе. 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 Спасибо. У вас там все. Спасибо огромное. Здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Какой фильм вас вдохновляет на творчество вообще на этом представленном кинофестивале? Макнолия. Макнолия? Правда очень старая. Всего хорошего. Спасибо. Ну, ей какой-то такой вопрос не очень прилично задавать. Хотел я другой немножко? Екатерина Шпица. Вот. Екатерина Шпица. Екатерина Шпица, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вас вдохновляет на творчество? Что вдохновляет на творчество? Да. Искусство и какие-то глубокие мысли в глазах зрителей, которые рождаются в их умах, когда они смотрят хороший кино. А скажите, пожалуйста, а вот из представленных картин на этом кинофестивале что-нибудь смотрели сами? Хотелось бы посмотреть? Я всегда смотрю постфактум. Понятно. У нас очень жаркая пора начинается, киносъемочная, весной уже, поэтому киносеансы посещать совершенно нет возможности. Но зато это замечательное мероприятие, на которое можно получить огромное количество классных стопроцентных рекомендаций. Понятно. А вот еще такой вопросик нестромный. А вот на что пойти готова, ради какого соблазна, на главную роль, допустим, чтобы вас взяли? На... На что? Ни на что. Мое от меня никуда не уйдет и ничем не придет. Всему свое время. Кстати, про Крым. Крым. Крымский мост смотрел, мне понравился очень фильм. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот на что готова пойти ради главной роли, например? Ну, что у вас, вот как, какую авантюру? Авантюру? Да. Да, это... Ну, сложно так сказать. Если предложат, подумают. Ну, с головой вон у тебя не брошится. Понятно. Все в пределах разумно. Спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Ребятушки, не разорвите меня. А вы посмотрели какой-нибудь российский фильм из представленных? Из представленных нет, но мне сказали, что Пашка с Тамарой фильм очень сильная картина, поэтому я советую ее посмотреть. А вы вообще в ближайшем будущем посмотреть, да? В ближайшем будущем посмотреть, я надеюсь, что она выйдет врата. А что вас вдохновляет на творчество? Еще вопросик. Какой-то небольшой. Красивый. Красота спасет мир. Согласен, спасибо. Здравствуйте. У вас потрясающая платья. Скажите, что у вас вдохновляет? Вот еще в вопросе. Вдохновляет? Мой сын. Сын. Посмотрели какие-нибудь фильмы из представленных? Да. А какой у вас фильм? Скажите. Эпидемия. Эпидемия представляет. Отлично, спасибо. Будем болеть за вас. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, пару слов. Что вас вдохновляет на творчество? То, что эти фильмы, которые мы делаем и производим, их видят много людей и эти люди испытают эмоции. Действительно, это очень приятно. И эти эмоции могут быть положительные, отрицательные. Но мы живем и испытываем эмоции. Это и есть жизнь для меня. А вот еще из представленных картин, которые на этом кинофестивале, что-нибудь посмотрели? Да, мне очень понравился фильм, японский режиссер Осибу, импровизатор называется. Потому что близка очень тема, что главный герой, он и радик того, что девушка, которая в коме, она делает много добрых поделок. Сегодня будет фильм у нас, я так понимаю, за фестиваль, это документальный фильм Гребачева, да? Да. Встреча с Гребачевым. А сам, хотели бы его увидеть вы? Что вы хотели бы у него спросить? Ну, я бы хотела просто желательно. Да, у вас никаких нетрясаденных эмоций не осталось. Ну, отлично, слава богу. Все, спасибо. А на что вы готовы пойти ради главной роли? Пределу, ну, разумно. Помогать. Я к этому отношусь немножко по-другому. Я считаю, что роли они всегда находят своих актрис, актеров. Вы не гоните, да? Все случается уже, да? Все мы свое время. Спасибо большое. Отлично, спасибо большое за ответ, хорошего вечера. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. А после 10 минут пожелать? Прямо все молодец. Хорошо, прогрессируем. Вот потрясающую тоже девушку наряд. Здравствуйте, что вас вдохновляет на творчество, скажите, пожалуйста? Мое творчество. Да. Ну, вот представленный фильм, который на кинофестивале. Что вы что-нибудь посмотрели? Да, Нуреев «Белый ворон». Вот хотел бы, кстати, спросить, как фильм-то вообще? Очень хороший. Удивительно. Это, по-моему, режиссер у нас… Англичанин. Англичанин, да? Режиссер англичанин. Да, англичанин, да. Очень хороший фильм. Вы надеетесь, что он победит? Вы, значит, будете болеть за какой фильм? Представленный на кинофестивале? Не победит. Она в другой номинации. Да, не в основном конкурсе. А кто, вы думаете, победит, например, в этом основном фильме? В прошлом году победил «Царь птицы», вроде так неожиданно. Очень трудно сказать. Потому что мы смотрели много не очень интересных фильмов, а может пропустили самый интересный. Не знаю. Ну, дай бог, у вас есть возможность посмотреть, оценить все. Всего хорошего вечера. До свидания. В этот раз много времени. Потрясающие наряды, ребята. Вот мы сейчас видим еще очень много звезд. В этот раз на закрытие кинофестиваля с хорошей погодой, видать, связано... Я говорю, пожалуйста, что... Да-да-да, я понимаю. Пойдем, прости, пожалуйста. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, когда ты с вами сделаешь? Можно, пожалуйста? Можно, пожалуйста? А? На нам, пожалуйста. Да не, вряд ли. Я не знаю. Вот подходит к концу наш небольшой репортаж закрытия МКФ 41. Было очень интересно в этот раз. Погода располагала. Очень красивые наряды у многих. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И следуйте за нами, путешествуйте. В общем-то, я думаю, так же окажитесь здесь где-нибудь, когда-нибудь. Ха-ха-ха-ха. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok